Всем привет! Меня зовут Ирина, я таролог и психолог. Сегодня сделаем расклад на тему, что уйдет из вашего пространства и что нового в него придет. Итак, чем наполнится ваше энергетическое пространство в будущем? Какие моменты вы уже прошли? Давайте посмотрим, что вы уже прошли. Шестерка червей. Карта, говорящая о том, что в вашей жизни был какой-то любовный опыт не так давно. Любовная дорога, совместный путь с человеком для души. Приятная дорожка такая. Она может быть, ну да, только что подумала о том, что она, скорее всего, окончилась ничем. Ну, по крайней мере, для вас, да. И, в общем, девятка, пик выходит. Провал планов, да, окончание чего-то, вынужденный конец. И достаточно сложно как-то это все вы прошли, пережили. Такое ощущение, что вы вынуждены были похоронить какие-то для себя лично надежды, планы. Прямо, знаете, как забыть об этом, отрезать это что-то от себя. Это было вам что-то дорого. Может быть, даже здесь и нелюбовные отношения. Идёт какая-то потеря близкого человека, близкого по крови, может быть, у кого-то проиграется. Но потеря в каком плане? В том, что вы сегодня не понимаете друг друга, да. Отношения, на самом деле, пущены на самотёк, да. Непонятно, к чему эта ситуация придёт дальше. Разобщение, разрыв отношений, полное отсутствие взаимопонимания. Люди как будто, знаете, вот в разных сторонах противоположных находятся. Вы в одной стороне, человек в другой стороне. Вы оторваны какими-то обстоятельствами друг от друга, не зависящими от вас. Вы человек, который, видите, живёт сердцем. Королева червей. Вы живёте сердцем. Вы чувствительная, эмоциональная натура. Пропускаете часто всё через своё сердце. Вам очень важно держать семью объединённой, да. Вы получаете силу и энергию тогда, когда есть в вашем личном пространстве, в пространстве самых близких вам людей взаимопонимание, поддержка. Вы всё время выступаете, как миротворец. Кого-то примеряете. Кого-то с кем-то, да. Сохраняете вот эту целостность вашего рода. Вы как будто напоминаете близкому кругу о том, что всегда в жизни должен присутствовать человеческий фактор. Вы очень заботитесь и дорожите своим вот этим пространством, которое у вас сегодня есть. Ну, вы очень много можете отдавать. Вы пытались, скорее всего, здесь кого-то направить на путь истинный. Потому что здесь разрыв отношений. Если вы сейчас загадали ситуацию любовного характера, да, значит, вы пытались спасти эти отношения. Вы пытались направить мужчину на путь истинный. Если ситуация загадана, например, проблемная в отношениях с близкими людьми, то, опять же, да, вы пытались кого-то направить на путь истинный. Избежать вот этого разрыва, этой трещины. Пробоина сейчас есть. Есть пробоина в том пространстве, которое для вас, в общем-то, должно было быть изначально целостным. Вам больно от того, что вы не смогли спасти отношения, не смогли сохранить целостность рода. Здесь какая-то личная драма идет. Личная трагедия. Вы очень переживаете по этому поводу. Сердце неспокойно ваше. Да, видите, родственные связи. Карта семьи. Рода. Вы пытаетесь всеми силами склеить какую-то разбитую чашку сейчас. Но это не получается. Я не вижу здесь конкретной результативности. Вот чтобы вы прям гордились сейчас собой. Вы понимаете, что не в силах изменить ситуацию. Это, конечно, вас и пугает, и, в общем-то, одновременно расстраивает очень сильно. Вы ждете того момента, когда настанет период, и вы сможете объединить вновь свои энергии. Вы вновь сядете за круглым столом, будете пить вкусный чай с какими-нибудь сладостями. Вы понимаете, даже я бы сказала, сердцем чувствуете, что человек какой-то совершил грубую ошибку, серьезный просчет какой-то. Что, конечно, повлекло за собой раскол сегодня. Вот человек, который сердцем чувствует, он всегда хрупок и уязвим для вот таких ситуаций. Ваше сердце, оно, конечно, гиперчувствительное, потому что оно чувствует то, чего не видно взором, взглядом, то, что не лежит на поверхности. Вам печально и грустно сегодня осознавать те последствия, которые, в общем-то, неизбежны в таких ситуациях. Вы понимаете, что с годами все усугубляется. И вот эта пробойна, она, в общем-то, разрастается. Вы очень ждете встречи. Встречи, которая вернет вам уверенность в том, что человек вас слышит. Что все будет как прежде. Что человек проявит к вам внимание. Что он просто захочет поговорить. Поговорить для души. Просто ни о чем, может быть. Не вспоминать прошлое. Вам это не важно. Вы все простили уже, я вижу. Вы просто ждете, когда человек повернется к вам вновь. Вы живете встречей, по сути. Не теряйте надежду на то, что все-таки за круглым столом вы еще вместе воссоединитесь. Все ваше пространство, да, вот это, которое было ранее целостным, все-таки обретет вновь вот эту самую потерянную целостность. Вы живете, видите, я же говорю, да, переживаете. Постоянное беспокойство, печаль, сомнение. Это от безысходности. Очень много червонных карт. Практически все червонные карты. Это говорит об эмоциях, о том, что вы действительно ситуацию чувствуете в сердце. Вы понимаете, как бы причины этого всего. Вернее, можете даже и причин не понимать, потому что человек, который живет сердцем, ему как бы это и не нужно, да, ему логика не нужна. Вы понимаете, чувствуете, опять же, да, вот слово «понимаете», но оно здесь больше как в чувство переходит, понимание в чувственность. Чувствуете, что для того, чтобы это целостно свернулось, придется пройти нелегкий путь. Но изменить вы не в силах эту ситуацию. Полное бессилие, безысходность. Руки опущены в вас. Ну вот на вас лежит какая-то в этой истории серьёзная ответственность. Вам нужно вытащить всех участников этой ситуации, этого раскола, собственноручно, и направить на путь истины. Не показывают здесь вот человека, который как вот не дорос ещё до этого. Это может быть ваш мужчина, который просто наломал дров, да, не подумав. Это могут быть родственники ваши, близкие, родственные связи, семья, дети, опять же, которые совершили какую-то ошибку, проступок какой-то, неверный выбор, неверные шаги, какие-то ошибки в жизни совершены. У вас душа болит, потому что вы-то человек, чувствующий этот мир. Вы чувствуете законы мироздания, вы понимаете, к чему эта ситуация может прийти. В итоге, да, что придётся отвечать кому-то за содеянное. И вместо того, чтобы объединиться, идёт разобщение, потому что здесь какая-то принципиальность присутствует. Вот этот юношеский максимализм, да, вот что-то такое здесь, как, вот знаете, гордыня даже, не гордость, гордыня. У кого-то гордыня присутствует. Кто-то возгордился здесь. Не показывает сегодня, вот, человеком вас, видите, таким, ну, достаточно жёстким, да, вы можете быть достаточно жёсткой. Но эти требования ваши, это в рамках, ну, в рамках, вот, что называется, дозволенного, да. Вы не перегибайте палку. Хотя вы можете так думать уже сейчас. Вы требовали что-то от кого-то. От мужчины, возможно, выполнение каких-то ваших обязательств. Но это обязательства, они, я повторюсь, они в рамках, вот, законов мироздания. Это ваше стремление организовать ваше пространство, навести в нём порядок. Вы вообще человек, который по жизни очень любит порядок, когда всё по своим местам, когда всё чётко, ясно, понятно. Я показываю здесь деятельную женщину, которая, на самом деле, реально тянет на себе вот весь свой род. Вы неплохо зарабатываете, но вместе с тем не лишены чувственности, да. Вот ваш жестокий мир, там, где вы зарабатываете, он как-то вот вас не портит, не ожесточается там ваше сердце. Вы тонко чувствуете людей вообще по жизни. И вы знаете, что кто-то ошибается здесь. Вот эта принципиальность, вот эта гордыня — это серьёзная преграда. И вы знаете сейчас о том, что, скорее всего, с этим человеком вам трудно будет найти общий язык. Есть какой-то вот есть один человек в вашем семейном вот этом кругу, с кем очень трудно найти общий язык. Потому что там чрезмерно в какой-то момент выросла самооценка. Вместо дружелюбия появилось соперничество. Это как экзамен на прочность. Внедрение в ваше привычное пространство какой-то ситуации, которая заставила вас конкурировать с родным, близким человеком. Уйдёт ли эта ситуация из вашего пространства? Перестанет ли она быть для вас проблемой? Если да, то как разрешиться? Ну, вы знаете, валет червей. Что я могу сказать? Человек сам вернётся в это пространство. Ну, как блудный сын, да? Познавший агрессивный и жестокий внешний мир, возвращается. Это как каприз какой-то был, знаете, как вот действительно детский каприз. Это поступок инфантильного человека. Ну, посмотрите, какие последствия, да, по девятке мечей или девятка кубков. О, Господи, прошу прощения, девятка пик. Это полное разрушение вот этого пространства, разрушение вот этих нитей, которые связывали вас, удерживали вместе в состоянии целостности весь ваш род. А здесь какая-то игра, просто игра, просто ошибка. Просто инфантильное поведение. Ну, какое-то такое неосознанное с одной стороны что-то. Какая-то реально глупая ситуация. Вот всё то, что разрушительным является, как правило, по итогу выясняется, что это просто глупость. То есть, видите, тут последствий серьёзных никаких, по сути, для вашего рода не будет. Потому что, ну, негатива как такового здесь нет. Здесь просто какой-то проступок был кем-то по незнанию, по неопытности, по глупости совершён. Какой-то каприз, желание вырваться наружу из этих требований. Вы человек требовательный, я повторюсь. Вы тоже сложный человек. Но вот эта ваша требовательность, она на самом деле и держала очень долгое время ваше пространство в целостности. Туда никто не мог проникнуть. А здесь, конечно, не получилось удержать. И вас это и пугает, и злит даже, может быть. Но человек просто как ушёл познать мир, познать этот мир. Вернётся. Здесь ещё мужчина какой-то есть. Человек поверхностный. Он как будто бы живёт вне ваших представлений об этой жизни. Ему чужды те традиционные взгляды, в которых вы живёте. Кто-то из вашего рода пошёл за этим человеком. Он очень такой, знаете, высокого мнения о себе, да? По сути, ничего из себя не представляет. Человек, ведущий какую-то жизнь вне рамок. Для него нет никаких рамок. Он любит деньги. Ему нужны постоянные вот эти вот, как сказать, пополнения, да, чтобы он мог повышать свою значимость. Денежные пополнения постоянно нужны. Для развлечений. Человек живёт какой-то несерьёзной жизнью. По сути, это развлечения какие-то. Но здесь, я так скажу, была кем-то, неким мужчиной, объявлена война вашему роду. Вот той сплочённости, которая между вами долгие годы присутствовала. Кто-то из вашего рода пошёл на поводу. У этого мужчины. Вы попытались вмешаться в эту ситуацию, но как будто бы, знаете, вот вас оттолкнули. И вам обидно, больно. Вы ведь хотели, как лучше, да? Это действительно испытание в вашей жизни. Внедрение вот этого человека. Это достаточно серьёзное такое испытание. Крест кармы. Внедрение чужой энергии идёт в ваш род. Вот пока осознанности чёткой. Я не вижу, чтобы вот тот, кто ушёл там по глупости куда-то на поводу этого мужчины, чтобы человек вернулся. Вот пока я не вижу. Казённый дом — это чужбина. Расстояние, да, всё-таки там остаётся этот человек. На расстоянии. Вы не видитесь, скорее всего. Возможно, даже общаетесь очень редко. По необходимости. Здесь разорвана эмоциональная связь. Нет душевного общения сегодня. Хорошо, что заставит человека вернуться и осознать что-то? Что заставит человека? Какой-то треугольник здесь идёт. Ещё кто-то внедряется. Кто-то ещё, ещё женщина. Женщина какая-то, видите, внедряется в эту ситуацию. Здесь очень похоже на судебный распри. Пятёрка бубен, юридические формальности, судебные процессы. Кто-то чего-то от вас опять захочет. Какая-то женщина заявит что-то. Как своё заявит. Вот это моё. Я хочу это отстоять. Я хочу это отсудить. И тогда получится что? Получится, что вот этот человечек, который ушёл от вас, отвернулся, и на расстоянии находится. Он вынужден будет как-то обратить внимание на эту ситуацию. Тут какая-то борьба намечается. Надо что-то семейное своё отстоять, сохранить целостность. Целостность именно материального характера. Какие-то материальные ценности, имущественные. По итогу это чем завершится? Дальняя дорога падает. Человек приезжает к вам. Дальняя дорога. Ну вот расширяются возможности. Рост, развитие. Всё становится на свои места. По сути, вы начинаете общаться. Звонки, переписка, более тесное общение, восстановление контактов. Девятка червей, видите? Всё замечательно. Возвращение на круги своя. Целостность вы сохраните всё равно, пройдя, конечно, непростой путь. Но всё восстановится. Вселенная здесь как бы сама даёт вам шанс ситуацию эту изменить через женщину, через какие-то проблемы. Так часто бывает. Через проблемные ситуации возвращается всё на круги своя в нашей жизни. Что нового придёт в ваше пространство? Что нового придёт? Десятка бубен. Ну, денежки ожидайте. Это успешная работа. Проект, например, да, который завершится для вас получением денег. Это нахождение работы, которая на самом деле будет для вас действительно как рост, как развитие, да. Принесёт вам доход. Работа с хорошей зарплатой. Получение денег. Оформление каких-то финансовых документов в свою пользу. То есть это как бонус, это как, ну, как ваша стабильность финансовая, да. Идёт рост, и вы можете что-то накапливать, формировать свою финансовую стабильность, управлять своими финансами, да. Это может быть какая-то финансовая операция, покупка, продажа, но с максимальной выгодой для вас. Здесь какая-то сделка всё-таки будет, видите, финансовые документы, договорённость, два партнёра, которые что-то обсуждают на взаимовыгодных условиях. Ну, нужно опасаться, конечно, обмана, потому что в таких ситуациях, конечно, можно нарваться на мошенника, да, просто как предупреждающая карта, видимо, кому-то это нужно знать. Не пытайтесь самостоятельно проворачивать какие-то там операции, да, финансовые покупки серьёзные, или вложения денежные, потому что вы можете остаться с пустотой, вас могут просто обмануть. Требуйте расписку, да, письменного подтверждения. Здесь разрешается, возможно, какая-то ситуация с наследством у вас. Кто-то претендует, может быть, по карте Валет Пик, это тайный претендент, да, или человек, может быть, не тайный, который предъявляет свои требования на часть чего-то, что, по сути, вашим должно быть. И вы можете, в принципе, здесь на взаимовыгодных условиях как бы вот поделить что-то, да. Здесь идёт именно вопрос имущества, денег, распределения вот этих финансов между кем-то и кем-то. Ну, как будто я вижу, да, вы как будто не остаётесь в накладе, вы получаете финансы тоже. Подписи документов, оформление чего-то, договор какой-то, купли-продажи, что-то здесь такое, здесь какая-то сделка по бизнесу, либо связана с имущественными моментами. Партнёрские отношения. Смотрите, здесь договорённость будет достигнута. Я говорю, на взаимовыгодных условиях вы провернёте эту сделку с максимальной выгодой для вас. Кстати говоря, Валет Пик может говорить о тайных намерениях кого-то. Ну, знаете, человек как будто вот хочет чего-то, но у него нет на это прав. И вот он где-то за вашей спиной наблюдает за вами, осуждает, распространяет клевету, сплетни. Но получить, по сути, ничего не может от вас, воспользоваться вашими деньгами или вашим имуществом. Что-то пойметь с вас не может, но очень злиться. Зло идёт, прям, знаете, как вот рвут и мечут, осуждают, может быть, поливают грязью. Но люди разные здесь. Всё то, что касается распределения денежных средств, наследственных вопросов, здесь, конечно, негатив, он поднимается на поверхность. У кого-то проиграется и так, что, может быть, вы провернёте какую-то сделку, а это кого-то не устроит. Кто-то останется недовольным. Всем не угодишь, правда ведь. А если я вижу хорошие такие отношения у вас какие-то, вот прям, знаете, люди понимают друг друга. Всё очень серьёзно, всё очень прозрачно. Всё быстро как-то вот это осуществляется, без каких-то задержек. Какая-то выгода у вас идёт финансовая, рост финансовый. Как будто разрулите какую-то ситуацию, возможно, с деньгами долговременную и обойдёте вот всех недоброжелателей, всех тех, кто там наблюдает со стороны. Кто-то очень желает вашей потери, ваших потерь финансовых или чтобы дела ваши как-то не спорились. Есть такой момент. А давайте посмотрим, кто этот человек, чтобы вы понимали. шестёрка треф. Мужчина. Мужчина. Человек осведомлён о состоянии ваших дел относительно наследства, имущества, финансовых каких-то аспектов. И он, в общем, ждёт вашего решения, вашего шага. Женщина ещё есть. Мужчина и женщина. Ну, вот карты нам показали, да, эти лица. Парочка ждёт чего-то. Для чего? Ну, как-то для них это как облегчение, как шанс какой-то. Как вот шанс какой-то, да. Как будто вы мешаете этим людям обрести праздник. Вот они так ждут этого, так хотят. А вы вот как на пути стоите. Хорошо. Что ещё придёт ваше пространство? Ух! Денежный поток финансовый однозначно. У кого-то десятка бубен. Туз бубен. Две карты, указывающие на финансовый поток. Здесь рост идёт финансовый. Колоссальный. Ну, и здесь, конечно, что может быть? Какой-то шанс ещё. Давайте будем смотреть, что. Так, шанс найти новую работу. Может быть, финансовая дорожка идёт. Шанс действительно провернуть какую-то сделку с максимальной выгодой для вас, как я говорила. здесь как будто идёт двойная сделка. Знаете, что? Опять идёт дорога финансовая. Двойная сделка. Там вы что-то осуществляете с деньгами. И ещё раз как бы денежный аспект работает. Продажа и покупка может быть одновременно. как-то так. Но и там, и там успех идёт. Вот за спиной остаются вздыхающие там втайне, да, завидующие. У вас успешно всё идёт. Прям вот как по накатанной. Опять подписываете что-то, видите. Какое-то предложение вам поступает выгодное. Вы соглашаетесь на него, и у вас идёт как вторая сделка какая-то. опять денежки идут. Четвёрка бубен. Успешно всё пройдёт. Успех, благополучие, стабильность, да, то есть без неприятных сюрпризов. Вы обойдёте очень как-то умно, хитро обойдёте конкурентов, вот тех злопыхателей. Проявите силу воли, мощь, вы прям знаете, как сделайте так, что они ударствуют все вокруг, они просто в шоке. Вот в ударе, понимаете, от того, как вы всё это сделали. Один раз, то второй раз. и оба раза в максимальную выгоду для себя. Вот что-то такое здесь идёт. ещё ещё что карты нам покажут. У нас встреча будет какая-то, ключевой момент будущего встречи. встреча, разговор какой-то, который назревает давно на самом деле. вы расстроены, вы переживаете, либо переживали в прошлом, но эту ситуацию уже могли отпустить. Был какой-то уход, был уход какой-то, и вдруг бонус. Случайность какая-то, случайная встреча может быть. Двойка червей, девятка бубен. Случайная встреча как бонус, как шанс. но вам больно. Ух, как больно. Четверка пик, пятерка пик. Переговоры. Кто-то, кто ушел от вас, будет требовать переговоры, компромисс какой-то. Надо будет искать. Человек идет навстречу, письмо, звонок. Как-то себя проявляет человек. настаивает на разговорах, на переговорах, на взаимопонимании. У вас такие требования к этому человеку. Вы позицию занимаете очень какую-то уверенную такую. Не как раньше. Раньше это вас шокировало. и вы терялись просто. В растерянности были. Вы пытались спасти какую-то ситуацию от полного разрушения, но не спасли. Потом решили, что не будете унижаться. Король пик это высокие позиции, это уверенность в себе, это когда человек переоценивает свою собственную роль в произошедшем, понимает свои плюсы. Очень неохотно как-то будете идти на этот разговор, потому что вам не хочется поступить со своими принципами жизненными. Вы понимаете, что в прошлом кто-то вывернул что-то, как-то нечестно себя повел. И вы как-то с тех пор стали очень жадны такой до правды. Человек такой принципиальный какой-то. Видите, честолюбие выходит. Вот кто-то идет к вам навстречу с просьбой поговорить, понять, простить. Вы как-то не очень не смотрю, бросаетесь навстречу. Я не вижу здесь распростертых объятий. здесь отношения вот по двойке пик на грани конфликта, на грани ссоры. Знаете, в любой момент здесь эмоции могут все решить, эмоциональность. Вы негодуете. Вы, конечно, успокоились уже, но то, что человек появляется, то, что он находит в себе наглость, это, конечно, вас неприятно как-то удивляет, и вы в задумчивости, вы все-таки после его слов каких-то в задумчивости. а вы не поступите своими амбициями. Вы уже не та личность, которая когда-то преклонила голову, которая когда-то шла до конца, пыталась тащить на себе что-то. Вы уже теперь другой человек. С вами либо на равных, либо никак. эти слезы, боль, это все пережито, это пройдено, это все опять всплывает. Там еще какой-то круг людей был замешан. Люди как отворачиваются, от вас наносят удар даже в какой-то момент. Провал ваших планов идет. Итоговая карта просто для вас итоговая карта. Опять разговор какой-то, конфликт на грани конфликта. Тяжелый разговор. Человек повиниться хочет, ну как вам простить его, ведь столько времени потеряно, у кого-то годы потеряны. Такая боль была, такое унижение. У нас здесь чувства. Тяжелая судьба, но шанс на отношения есть на семью, даже семейная карта туз червей. Даже на восстановление семьи у кого-то есть шанс. Вот все разрушено было просто под фундамент, что называется. Но шанс восстановить семью будет. Вот ведет к вам судьба этого человека. Да, он неправ, да, он совершил ошибку, да, он где-то дал слабину, но ну вот так. Но ваши позиции уже будут очень сильные. У вас, во-первых, финансовый поток идет, очень такой мощный, ваша независимость финансовая. Это то, что дает вам свободу личностную. Человек, имеющий финансы, он имеет больше выбора в жизни. вот вы такая личность, на тот момент уже будете таким человеком, свободным внутренне. Ну, решать, конечно, вам идти навстречу, беседовать, слушать этого человека, прощать его или нет. Ну, вот такой расклад. На сегодня все. Огромное спасибо, что были со мной. До новых